Мы сегодня в России, примерно все, я думаю, представители экспертного сообщества солидарны в том, что пересмотр итогов Второй мировой войны выгоден в мире тем силам, кто хотел бы установить однополярный миропорядок. Очевидно совершенно, те силы в мировом сообществе, кто хотел бы реформировать ООН и Совет Безопасности ООН, они не могут обойтись без подключения некой аргументации, в том числе и исторического характера. Ну а современная истерия на Западе, скажем, по поводу современной политики Российской Федерации и некая пропагандистская кампания для формирования образа врага для европейцев в лице России, или очередной виток, эскалация этого, что мы видим сегодня, она не может иметь законченный характер без, опять же, привлечения исторического материала и вот достроить, сделать этот образ врага по-настоящему таким полноценным, что ли. Нельзя только опираясь на современный текущий материал сегодняшнего или годичной давности. Обязательно надо это делать с углублением и привлечением исторического прошлого. Для нас наиболее актуально отстоять несколько тезисов в этом информационно-идеологическом противоборстве. Тезисов, которые мы считаем обоснованными, объективными и отвечающими критериям исторической науки. Во-первых, это тезис о том, что существовали объективные условия для стратегического партнерства, сотрудничества Советского Союза и Китая в течение всего предвоенного периода и потом в годы Второй мировой войны. Это не просто была прихоть Сталина или руководства Китая этого времени. Это была объективная данность Советских Союз и Китай самими условиями существования тогда двух стран. Они были обречены стать партнерами, сотрудниками, друзьями. Второй тезис, он связан с тем, что политика советского правительства, она и в предвоенный период, я имею в виду в традиционном понимании, то есть до 1939-1941 года и в ходе Второй мировой войны, она ни в коем мере не была нацелена на поощрение гражданского противостояния в Китае. И когда наши зарубежные, особенно западные коллеги пытаются изображать политику Сталина таким образом, что он чуть ли не сознательно провоцировал усиление коммунистической партии Китая, оказывал поддержку и дипломатически маневрировал таким образом, чтобы разжечь конфликт внутренний в Китае, это ложь. И все документы российского МИДа свидетельствуют о том, что во всех случаях, было ли это до 1939 года, было ли это во время войны, Сталин неуклонно стоял на той точке зрения, что никому не выгоден в тех условиях гражданский конфликт в Китае, и он выступает за единый централизованный Китай. И ни в коем случае не хотел бы допустить, чтобы по итогам войны Китай вышел из неё расчленённым на какие-то части, или гражданский конфликт там бы продержался. Как бы сегодня японские историки не пытались представить дело иначе, Япония оказала крайне негативное воздействие на ход событий на советско-германском фронте. Вроде бы, мы говорим, Япония не напала на Советский Союз, хотя у неё были планы и были варианты соответствующего поведения. Но она всё время оказывала воздействие и оказывала воздействие на ход событий, отвлекая сосредоточением своих сил на советско-манчжурской границе, отвлекая от советско-германского фронта очень значительные силы. Российские историки до сегодняшнего дня считают справедливым точку зрения, которую сформулировал в своё время Мао Цзэдуна, я выписал эту цитату специально, идя сюда, по поводу бомбардировки Соединёнными Штатами Японии в 1945 году. И председатель Мао тогда сказал в 1945 году, «Если атомная бомба могла бы решить исход войны, то зачем было просить Советский Союз вступить в войну?» И тогда в Китае понимали, и сегодня мы по-прежнему отставим эту точку зрения, что не атомные бомбы, бомбардировки Хиросима и Нагасаки решили исход войны в пользу гитлерской коалиции, а вступление Советского Союза в войну оказало очень серьёзное, существенное влияние решающих в том, что война закончилась именно в 1945 году, а не была затянута дальше до 1946-1947 года. Вот эти тезисы, если нам их удастся коллективно отстоять в общем пространстве вот этого информационного противоборства, а я подчёркиваю, мы их отставим потому, что считаем истинными и отвечающими тому, что называется правдой истории, то можно рассчитывать, что нашим потомкам и достанется честная, не искажённая фальсификациями история Второй мировой войны.